Воронь. Искатель чудовища вернулся из своей командировки длительной из Якутии в Воронеж, как раз к юбилею матери. В подарок Андрей Соловьёв привёз самого себя, целого невредимого. Родные друзья путешественника не видели его больше трёх месяцев. Всё это время он искал мифическую рептилию. Поездка на озеро Ла-Бын-Кыр стала одной из самых длинных за всё время его туристических походов. Правда, чудовища он так и не увидел, но всё равно верит, что рассказы о нём правдивы. Метров 5-7 в длину, шириной около метра 20, рептилия предположительно. Также её видели учёные, вот Твердохлебов в 1956 году, лётчики её видели. В этом году её также видели, в августе месяце, когда я уже приехал, лётчики с вертолёта её видели, вдоль берега передвигалась. Уже в то время, когда я был на озере. Для родных и близких Андрея стало уже привычным постоянно провожать и встречать его из экстремальных поездок. Провожали гораздо меньше компаний, потому что многих не получилось приехать. Ну, волнений уже, в принципе, каковы, внешне никто не показывал. Конечно, там все по-своему переживают. Неспроста там даже местные жители, они просто туда не ходят. Они обходят это место страной и масса историй, потому что там и когда-то там ребёнка утащило. То есть там... Это вам тоже всё рассказывал Андрей перед этим... Нет, это официальные СМИ, то есть как бы... Нет, вы сами уже этим интересовались, когда он сказал, что поедет туда? Или же он вам рассказывал? Всё-таки интересно. Ну, что-то он рассказывал, да, что-то там. Сами где-то почитали. Сразу после приезда Андрей отправился домой и, наконец-то, увиделся с родителями и сестрой. СМИ, 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 СМИ. Привет, Жень. Всё нормально? Да, нормально. Доехал нормально? Да, так и доехал. Я рада. Ну, теперь после возвращения на Малую Родину в Воронеж Андрей планирует написать книгу о выживании. В ней будет отдельный рассказ об озере Лабын-Кыр. Ежедневно Андрей вёл дневник и снимал на видео всё, что происходило в его водах. Путешественник планировал перезимовать в Якутии, но спасатели всё же решили его эвакуировать. А в чудовище, обитающее на озере Лабын-Кир, свято верят всё местное население. Некоторые даже видели его вроде как. По описаниям, это нечто огромное, тёмно-серое. Якутии называют его чёртом. Он способен выходить на берег, очень агрессивен и опасен, нападает и на людей, и на животных. Видели его, кстати, не только люди простые, но и учёные. В 1953 году геолог Твердохлёбов наблюдал в озере некий объект. Он описывал его как «крупный серого цвета». Голова чуть-чуть возвышалась над водой. Мужчина, не стесняясь, рассказывал, что по мере приближения этого объекта, тело у него самого оцепенело, а внутри всё похолодело. Позднее было несколько экспедиций, но результатов они не дали. Интерес к озеру и его обитателю вновь вспыхнул в 80-е годы. Криптозоологи выдвигают различные гипотезы, кто же там живёт. По их мнению, это или гигантская щука, или реликтовая рептилия, или амфибия. Но осталось только поймать и доказать это.